Здравствуйте! На канале Антенна 7 новости в студии Анна Рыбина. Вот примерная картина дня. Спустились с Олимпа. Я сделала все, что могла. Омск встречает спортивный рейс. Последний приют. Считается это приютом для собак. На карте города его нет. Как живется четвероногим на Барабинской. Вратари без ловушек, а лед из молока. Из совхоза приезжало, заливался трактор. Хоккей уже не тот. А также в Омске презентовали музейный альбом в мире смартфон Galaxy S5. Наши олимпийцы возвращаются домой. В Омском аэропорту героев зимних игр встречали рано утром. Одной из первых прилетела серебряный призер биатлонистка Яна Романова. Поделилась эмоциями. Яна призналась, что в Сочи сбылась ее детская мечта. А об олимпийской медали она задумывалась еще в 12 лет. А в 16, в 2000 перспективная юниорка начала выступать за сборную Омской области. В 2003-м Романова стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. А с 2008-го начала выступать за национальную команду. Первая Олимпиада в Ванкувере сложилась для мечки неудачно, но в Сочи Романова реабилитировалась. Тренеры доверили ей первый этап эстафеты. Яна выложилась по полной, пришла второй. Ее задел стал прологом к олимпийскому серебру для всей российской четверки. Я сделала все, что могла. Пусть девчонкам повезет, пусть у них все получится. И надеялась на достойное завершение эстафеты. Но я на самом деле спряталась от всех, сидела в комнате для переодевания. И я даже боялась выйти. Параллельно с Романовой в ООС прилетела еще одна участница игр Надежда Полеева. Надежда хорошо известна мечам как участница многочисленных легкоатлетических соревнований, проходящих в нашей области. Она многократная победительница королевы спорта, призер чемпионата России и рекордсменка области в беге на 100 метров. Именно хорошие спринтерские качества Надежды заинтересовали тренерский штаб сборной России по бабслею. И в интересах российского спорта Полеева не без успеха начала осваивать относительно новый для нашей страны вид спорта. Интересный вид такой, тяжелый, но интересный. А мечка стала разгоняющей в паре с Кемеровчанкой Надеждой Сергеевой. Сибирский дуэт отобрался на Олимпиаду, а в Сочи показал второй результат в российской команде и 16-й в общем зачете игр. По мнению Полеевой, для дебютантов это рабочий результат. Переполняет эмоции, радости, может быть чуть-чуть отчаяния, что-то не выполнило до конца. Ну, я думаю, у меня еще все впереди, я успею взять свою медаль. Владимир Истомин, Антенна 7. В столице с российскими спортсменами, чемпионами и призерами 22-х Олимпийских игр встретился Владимир Путин. Глава государства поздравил представителей сборной России с успешными выступлениями и вручил им государственные награды. Уверен, медали, которые вы завоевали в честной и упорной борьбе, для каждого из вас имеют особую ценность. Они получены на нашей домашней Олимпиаде в Сочи. У нас с вами получилось сделать то, что мы и хотели. Мы, как у нас в народе говорят, устроили и на нашей улице праздник. 27 февраля Омск встречает эстафету пара Олимпийского огня. И она, говорят организаторы, станет самой инновационной и необычной. Каждый день паралимпийский огонь будут зажигать одновременно в нескольких городах. Где-то от лучей солнца, из русской печи или искры вулкана. В Омске старт будет дан на территории крепости. Его зажгут кузнецы-богатыри от молота и наковальни. Они выкают пирожар птицы. Это же дизайн нынешнего факела. А начнет эстафету трехкратный призер Паралимпийских игр Владимир Андрющенко. Почти обо всех интересных моментах эстафеты сегодня журналистам рассказали губернатор и мэр города. Огонь пронесут 100 человек. 20 из них с ограниченными возможностями. Они показывают нам этим примером, что сдаваться и опускать руки сегодня нельзя. Нужно идти вперед, ставить перед собой определенные цели и добиваться их. Поэтому я надеюсь, что у наших ребят это все получится. Во время эстафеты некоторые улицы будут перекрыты. Итак, с 14 часов 30 минут до половины шестого закроют движение транспорта по улице Ленина от Тарской до Ленинградской площади. С 16 часов до 19 часов 30 минут по Масленниково на участке от Ленинградского моста до улицы 20 линия. Будьте готовы, что весь транспорт пойдет по измененной схеме. Мы, безусловно, думали о том, чтобы горожане не испытали каких-либо дополнительных неудобств в связи с тем, что все-таки на улицах будут определенные ограничения движения. Думаем, что удастся вам это сделать так же, как на эстафете Олимпийского огня. И проведем это достойным образом. Начало уже было сказано, будет на Омской крепости. Окончание будет эстафеты на стадионе «Красная звезда» прямо в нашем манеже. Большой шум сейчас вокруг пункта временного содержания собак на Барабинской. Это в промощенной зоне на краю города. Именно туда привозят отловленных собак со всего Омска. В приемнике бездомышей содержат полгода. Это время отведено на то, чтобы собаки нашли новое пристанище. Однако, по мнению зоозащитников, на самом деле, хозяев для животных никто даже не думает искать. На месте с волонтерами встретились Светлана Урванцева и Александр Филиппов. Собаку по кличке Муха подкармливают волонтеры. Они считают, что животные здесь недоедают. Сегодня, по словам зоозащитников, им удалось попасть сюда впервые. Обычно на территорию не пускают. Считается это приютом для собак. На карте города его нет. В интернете тоже ничего об этом узнать невозможно. Сюда не пускают. Мы привозим корм, кидаем его через забор. Сегодня корм в мисках есть, а вот вода у вольеров не стоит. Это уже нарушение, говорят волонтеры. Но не самое главное. Вольеры сделаны наспех. Животных в одном вольере много. Из-за того, что собакам не хватает места, они постоянно дерутся. Закрепленный ветврач, достаточное питание, нормальные вольеры. Эти условия должны быть соблюдены, чтобы организация могла работать. Начальство приюта предоставило в мэрию все необходимые документы, подтверждающие достойные условия содержания. Осенью они даже подписали муниципальный контракт на сумму около 4 миллионов рублей. Деньги выделены на содержание и уход за животными. Выполняются ли условия договора? Сегодня приехали проверить сотрудники мэрии. Недостатки увидели и они. Навряд ли этим собакам лучше находиться на помойке, подворотне, еще где-то. Условия, конечно, должны быть, может быть, пересмотрены в какой-то мере. Но на сегодняшний день все это является прерогативой департамента городского хозяйства. Определенные меры будут приняты. Принять меры пообещал Вячеслав Двораковский. А на днях в приюте побывал губернатор. Совершенно справедливо высказаны замечания по поводу того, что компания, которая выиграла на стендер, по содержанию собак имеет огромное количество нарушений. Причем нарушения достаточно серьезные. Поэтому мы условились о следующем. В течение ближайших трех дней мы изучим эту ситуацию и посмотрим. Достойно того, чтобы быстро принять меры и исправить все имеющие наставки, либо они достойно того, чтобы расторгнуть договор. Остается вопрос, что будет с собаками, если договор с центром будет расторгнут. В приемнике на Барабинской собаки отловлены спецавтохозяйством. Хозяев за время, пока они здесь находились, почти ни у одной не появилось. Известно про приют стало только сейчас, когда волонтеры подняли вокруг него шум. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна-7. Среди амичей появляется все больше зоозащитников. Недавно жители спасали из затопленного подвала котят. В супермаркете на первокирпичном прорвало трубу. Вода замерзла и дверь в подвал оказалась заблокированной. Внутри остались животные, которых местные постоянно подкармливают. Голодных и мокрых котят пришлось срочно спасать. Когда я пошла очередной раз кормить кошек, один кот примерз к трубе. Мы сначала не поняли, почему он примерз. Сначала думали, что труба застряла, лапа под трубой застряла. Начали когда открывать, поднимать трубу, он поднялся вместе с трубой, он прилипшенький оказался. Ну, отлили теплой водой. В итоге всех котят спасли. Отвезли их в ветклинику и сейчас пристраивают в добрые руки. Практически в узком семейном кругу прошла презентация первого альбома городского музея искусства Омска. Друзья, художники, авторы и журналисты. Музей таким способом признался в любви родному городу. Ни один из альбомов никому не подарили. Почему, знают Дениса Унос и Александр Клипов. Не прошло и 20 лет. С юмором поздравляют с выходом альбома сотрудников музея. Это издание могло появиться еще в 90-е, когда городской музей искусства Омска только открылся. Материал был, но, как говорится, не сложилось. Зато сейчас за проделанную работу директору музея не стыдно. Альбом о музее, о его истории, о внушительной коллекции. Мы пытаемся показать наконец-то, потому что мы сейчас, к сожалению, не имеем возможности представить свою работу в экспозиции. Поэтому, прежде всего, мы пытаемся показать свою коллекцию. Мы пытаемся показать, что мы собрали за эти 20 лет. Мы пытаемся показать, с каким материалом мы работаем. И это главное в таком издании. То есть мы презентуем свою коллекцию. В этот альбом вошла вся гордость музейной коллекции. Есть работы известных художников, есть и тех, кто только-только становится творцом. Это первый альбом, и в нем работы из одного раздела коллекции. Материал есть и на последующие издания. Искусствовед Галина Гурьянова уверена, что альбом не только показ деятельности музея. Это своего рода презентация всего городского творчества. Причем очень яркого и запоминающегося. Когда он показывает городу, вот посмотри, какое твое лицо. И оно оказывается прекрасным. Мне кажется, это всегда дает большую стимулу для жизни и нежелание покидать этот город. На всяком случае. Именно это у нас у всех одна такая надежда. Что молодежь это увидит, поймет, что город-то ведь на самом деле яркий. Кстати, издание этого альбома еще и подарок самому музею. 21 февраля ему исполнилось 23 года. Тираж издания небольшой, всего 150 экземпляров. И все их передадут в библиотеки. Новый альбом городского музея искусства Омска уже полистали Денис Ионос и Александр Филиппов. Антенна 7. И еще один юбиляр. Владимиру Игнатьчу Кукушкину сегодня 85 лет. Именно благодаря Кукушкину в Омске в начале 50-х годов начали играть в хоккей с шайбой. Этот человек был игроком, тренером, судьей, организатором и пропагандистом. Долгие годы он служит хоккею и сегодня мы поздравляем его с праздником. Андрей Блохин и Андрей Кузьмин побывали в гостях у юбиляра. Владимир Кукушкин – человек, стоявший у истоков омского хоккея. В середине прошлого века его выпускника Московского института физкультуры, хоккеисты-перворазрядника, командировали в Омск поднимать новый, гиковинный для Сибири вид спорта. Тот хоккей нынешнему был не чета. Играли в него люди на самом деле бесстрашные. Вратарь Генрих Кулага, например, не признавал ловушки. Он ловил шайбу голыми руками. Ворота защищал очень хорошо все. Ну, глазомер был отработан очень хорошо. Но тем или иначе он вот хватал шайбу в таком плане. Так же можно и руку сломать? Можно было, конечно. Но мы ему говорили, Генрих, как, что, чего, почему. Ничего, и я за это дело отвечаю. Ну, слава богу, все им обошлось. В марте, когда лед таял, чтобы удержать его и сохранить для матчей, площадку заливали молоком. Из совхоза приезжало, заливался трактор, трактор заливал вот этот лед, смесь горячей воды со льдом. Это досконально, совершенно точно. И никакой выдумки нет, ничего здесь не прибавлено. У Кукушкина в «Спартаке» заиграл 16-летний защитник Витя Блинов, будущий олимпийский чемпион. Не пропускал тренировок ни одной команды мастеров. Когда к нам чехи приезжали, он торчал на льду. Он смотрел за ними, за чехами. Он смотрел, как они бросают, как они останавливают шабу. Он начатки технической подготовки вот так вот визуально почерпнул именно от зарубежных команд, которые уже этим делом владели. О сегодняшнем положении хоккей в Омске Кукушкин говорит скупо сдержанно и с достоинством. Приходится принимать близко к сердцу все, что происходит на ледовых площадках. И хотел бы помочь. Андрей Блохин, Андрей Кузьмин, Антон Асим. В Барселоне накануне открылась выставка мобильной электроники. Свои новинки представили многие крупные компании, но основная интрига была за Самсунгом, который должны были представить новый флагман Galaxy S5. Презентация началась в 2 часа ночи, и Денис Ионос, естественно, следил за ходом мероприятия. Итак, вот он, новый флагман Samsung Galaxy S5. По сравнению с предшественником, смартфон получил немало улучшений. Экран большего размера, улучшенную камеру, сканер отпечатков пальцев и биометрические сенсоры для измерения пульса и давления. Однако очень многих разочаровал дизайн, который не меняется на протяжении нескольких лет. Это все тот же пластик, на этот раз в нескольких цветах. Сразу после презентации юмористы начали выкладывать сравнения, например, с ликопластырем. Еще больше новостей в сфере девайсов в рубрике iGadget. Смотрим. Стоимость услуг не малая – 36 тысяч долларов за заморозку всего тела или 12 тысяч долларов за заморозку головы или мозга. Умные часы Peeble Steel были анонсированы на выставке потребительской электроники в январе 2014 года в Лас-Вегасе и стали продолжением линейки смарт-вотч-устройств от компании. По сравнению с первым поколением устройств, новые часы получили несколько преимуществ. Основным является дизайн и материалы корпуса. Peeble Steel – это уже не просто пластиковый резиновый гаджет для гиков, а стильный и к тому же полезный аксессуар, выполненный из нержавеющей стали. 1,26-дюймовый Easy Ink дисплей, защищенный прочным стеклом Gorilla Glass. Защита от проникновения пыли и воды, LED-индикатор, сообщающий о пропущенных событиях. Обновленная операционная система Peeble OS 2.0, аккумулятор, который необходимо заряжать раз в 5-7 дней, а также совместимость с устройствами на iOS и Android. На что же способны Peeble? Во-первых, естественно, показывать время. Доступен самый разный дизайн интерфейса часов. Так что, как только надоел старый, можно его поменять. Во-вторых, на часах можно установить будильник. В-третьих, с помощью часов можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне. И, наконец, четвертая, самая важная возможность часов, связана с одображением уведомлений со смартфона. Это могут быть звонки, смс, сообщения в социальных сетях и мессенджерах. И на этом у меня все. Ай-гаджеты призваны сделать вашу жизнь чуточку легче. До встречи. Розовка-2014. Накануне состоялись зимние сельские игры 25-го районного праздника спорта. В этом году эстафету организации мероприятия приняли руководители села Розовка. Наэль Барбар и Андрей Кузьмин из эпицентра сельских олимпийских игр. Помимо спортивных интриг и громких побед праздника Севера, участникам соревнований наверняка запомнится 30-ти градусный мороз в этот день. Но, кажется, ни один из спортсменов не считает погодные условия помехой. Вот он, спортивный азарт и упорство сельской молодежи. О том, чтобы перенести или отменить соревнования, не могло быть и речи. Ведь этого дня с нетерпением ждали около 2000 спортсменов со всего Омского района. Каждая из 24 поселений заявила свою сборную, но погода все же внесла свои коррективы. Открытие и парад участников пришлось перенести в концертный зал Дома культуры. От этого театрализованное представление, подготовленное жителями Розовки, кажется, только выиграло. Хочется вам пожелать побед, а мы за это ощущение будем болеть за ваши победы. Михаил Зайцев, глава сельского поселения, выступая со сцены, заметно волнуется. На своем посту он всего несколько месяцев. И такое масштабное событие, как спортивно-культурный праздник Севера, для него, конечно, настоящее боевое крещение. Для организации этих игр из районного бюджета было выделено около миллиона рублей. Эти деньги ушли на обновление Дома культуры и улучшение спортивных площадок. Как и любой другой район, и Омский район в том числе, очень много уделяем внимания развитию спорта в сельской местности. И, на мой взгляд, подобные соревнования и мероприятия, прежде всего, работают на молодежь, на молодое поколение, на детей, на наше подрастающее поколение, которое должно заниматься спортом. Возможно, жителям больших городов и кажется все это деревенскими забавами. Однако, к вашему сведению, многие из уроженцев сельской глубинки уже защищают честь региона на всероссийском уровне. Здесь начинается все, потом тянутся на область, на район. Со мной игрок играл, ну, с нами в команде. Его потянули за область, сейчас занимается ездить на Россию на чемпионат. Подводя итоги прошлой недели, можно смело сказать, несмотря на закрытие фееричной Олимпиады в Сочи, спортивные традиции великой державы продолжают жить в каждом городе и даже в самом маленьком селе нашего региона. Наэль Бурбар, Андрей Кузьмин, Антенна 7. На этом выпуск завершен. Делитесь своими новостями по телефону редакции 308-058. До завтра. Торговый центр «Континент» приглашает всех на день рождения обезьянок Мики и Макс. Всем бесплатное фото с обезьянками, а именинникам Марта в подарок посещение выставки «Парад обезьян». 2 марта в 14.00. Вход свободный. Администрация города Омска представляет финальные соревнования 13-й городской спартакеады «Спортивный город». Торжественное открытие 1 марта в 12.00. В микрорайоне входной. Монрос Инвест. Квартиры на левобережье. 16 марта. В ОМЦ «Химик». Белка и стрелка. Озорная семейка. Уголь в мешках и биг-бегах. Телефон 505-988. На окнах узоры крутит мороз. На «Лидере» едем? Не вопрос. 33-22-22. Монрос Инвест. Квартиры на левобережье. Монрос Инвест. Квартиры на левобережье. Монрос Инвест. Квартиры на левобережье.